Десна ТВ 27 января ежегодно в России отмечается день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Одним из символов судьбоносного события 1944 года стали 125 блокадных граммов хлеба. Вспомнить жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более двух лет боролись за свои жизни, предложили волонтеры Десногорска и сотрудники Центра культуры и молодежной политики. Акции «Блокадный хлеб» они знакомили прохожих с историей войны и давали возможность ощутить, что же собой представляли 125 граммов хлеба, который получали блокадники на сутки. «Пока мы помним историю, живут наши дети и внуки. Мы из поколения в поколение передаем. И пока мы помним нашу историю и передаем ее, ну, мы, наверное, все живы и, как говорится, здоровы». Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях. В книгах по истории войны и школьных учебниках она сохранилась в памяти участников тех событий. Одна из них – Валентина Гомон. Во время войны, будучи маленькой девочкой, она стала свидетелем ужаса, в котором жил Петербург на протяжении нескольких лет. «Мать принесла хлеб, а он был белый. А почему белый, говорит, потому что бумагу растворяли немножечко. И вот у нас буржуйка была, и мать подогрела себе, а он замерзал. Ну, потому что бумага все такое, да тем более такие морозы. Ну, и я, глядя на нее тоже туда, а он меня подогрелся и вспыхнул. Так вот я как кричала за этот хлеб». Памятная дата стала прекрасным поводом навестить Валентину, что и сделали сотрудники Комитета по культуре и волонтерского штаба Десногорска. 28 января в здании администрации прошло очередное заседание административной комиссии. На рассмотрении было 14 протоколов о нарушениях закона Смоленской области. Традиционно наиболее популярный проступок горожан – шум в ночное время. Покой соседей, оказывается, может стоить денег. Некоторые узнают об этом лишь от членов комиссии. Хотя штрафы за такой проступок предусмотрены соответствующей статьей и составляют от одной до трех тысяч рублей. Столько и было назначено по шести административным протоколам. В одном случае члены комиссии ограничились предупреждением. Хотя, когда именно нельзя шуметь, также указано в законе. С понедельника по пятницу после 22 часов до 7 часов утра. Исключение, установленное федеральным законом, нерабочие праздничные дни. В субботу после 23 часов до 7 утра. Видите, в понедельник, пятницу с 22, в субботу с 23. И в воскресенье и праздничные дни после 23 часов до 9 часов утра. С этого года изменилась ответственность за невыполнение правил благоустройства. Под эту статью попадают случаи неправильной парковки, которых в этот раз было 4. Минимальная сумма повысилась в том числе и для физических лиц. Теперь она составляет не 3, а 4 тысячи рублей. Предупреждений не предусмотрено. Это заседание стало первым не только в этом году, но и первым в обновлённом составе. В январе глава города подписал постановление об утверждении новых членов комиссии на следующие два года. Традиционно ими стали неравнодушные горожане, сотрудники местных предприятий, правоохранительных органов, администрации. Думаю, что по истечении двух лет мы с вами также подведём итоги и возьмём всё самое лучшее, что было до этого в течение более 10 лет, заложено в традиции административной комиссии города Десногорска. Предыдущий состав комиссии отработал положенный срок в два года. За это время было проведено 39 заседаний. Рассмотрено было 536 протоколов об административных правонарушениях. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.